Тала с сорбетом из кимчи и черная треска с маринованным дайконом. В Хабаровске состоялся гастрономический ужин, на котором гости смогли попробовать авторский сет из блюд с дальневосточными ингредиентами. Ужин прошел в рамках проекта «Идем на восток. Гордимся достоянием». Что такое дальневосточная паназия, узнала Арина Солдатенкова. Национально-корейское блюдо пинце. Пирожок на пару с капустно-мясной начинкой уже давно получило широкое распространение среди жителей Дальнего Востока. Гостям ужина одного из хабаровских ресторанов представили авторский вариант этого перекуса с ферментированным картофелем и черной икрой. Саша дал попробовать пинце традиционное и потом как раз-таки на контрасте вот это пинце. Саша, расскажи, как тебе пинце? Пинце – это восторг. Сет из восьми новых блюд придумали шеф-повара Алексей Муравьев и Александр Райлян. Последний приехал на Дальний Восток из Москвы. Здесь познакомился с удыгейской культурой и местной кухней в поселке Красный Яр. Шефы внедрили национальные ингредиенты в авторские блюда ужина. В будущем Александр Райлян планирует использовать рецепты с папоротником, речной рыбой и борщевиком и в своем московском ресторане. Показали мастер-класс даже. Я там поготовил рыбу, ленок, как они делают, ее замораживают. Попробовали. Плюс очень интересный продукт, который я никогда не видел нигде. Я только в детстве обжигал об него руки. Это борщевик. Они готовят из него суп, такой как щи из борщевика. Это уникальнейший опыт. Стола из белой рыбы с сорбетом из кимчи, гребешок с арбузной редькой и черная треска с маринованным дайконом. Каждое блюдо вечера – это вариация на тему дальневосточной паназии, то есть блюд из местных продуктов. Это ауха местная. Мы ее готовили в Шарабане. Сегодня с утра специально ездили в Нагорное село утром. Закоптили ее, привезли сюда. Дополнили ее кремом из цветной капусты с белым шоколадом и двумя видами икры – красная и щучья. Организовал гастрономический проект «Идем на восток. Гордимся достоянием» – московский ресторан. Миссия – помочь коллегам сделать популярную кухню с местным колоритом, что привлечет туристов на Дальний Восток. Кроме того, проект оказывает поддержку центру «Амурский тигр». Это не только гастрономическая история, гастрономический туризм. Рассказывает о кухне паназиатской, русской паназии, дальневосточной кухне, но и также еще о сохранении популяции амурского тигра. По итогам презентации в Хабаровске одно или два блюда, получивших самый высокий отклик, войдут в меню дальневосточного гала-ужина в Москве.